Наши люди все Наши люди Так уловно, ехать откуда Это же люди сейчас сидят перед телевизором И думают, боже, как здорово, вот бы я поехал в этот тур Класс, я бы повисел, я бы побухал с ними Я бы там пощупал телок за попки Я бы там, ух, пошел бы в зал, нашел себе кого-нибудь На самом деле, тур это очень трудная работа Куча городов, куча людей Первых 2-3 дня это интересно Потом начинаешь очень сильно уставать Сложно втягиваться в график Постоянно саундчеки, постоянные концерты Это сложно, очень много энергии тратится Хочется повысыпаться в какой-то момент Не получается Но когда переваливаешь уже где-то там За десятый концерт Ты в это все втягиваешься И обретаешь второе дыхание Есть такое, на мой взгляд, экватор Либо же просто там на какой-то город Ты уже максимально отдал себя У тебя совсем нет сил Но после этого обязательно должно открываться второе дыхание Вот для меня таким городом стал Ивано-Франкос Мне было действительно очень сложно Постоянные переезды Ты утром просыпаешься, все еще могут поспать и тебе куда-то надо бежать На какое-то интервью или радиостанцию или телеканал Не имеет значения на автограф-сессию Вот, если честно, в этот момент я уже устал Витания всем, отже прямо перед мною нарешті уже появился Женя Галич, гурта Торвальд Привіт, Женя Дякую, привіт Привіт Привіт, рад тебя бачить в студии наші У нас тут просто ще такого не було Неймовірна кількість людей, честно Ти перший, хто пришел в нас в гості З такою бригадою Це всі твої друзі? Ні, це знімальна група, яка знімає фільм про тур Я вже не розумію навіть, що відбувається Але все це знімається для того, щоб потім показати всім людям Як ми катали 22 міста в рамках туру «Наші люди всюди» Наші люди всюди Не пивши алкоголь сивати? Не Надоело Жизнь просто становится серой, неінтересной Я вирішил попробовать жить по-другому Все, ми немного подустали уже Ты относишся к концерту как к празднику, потому что у тебя они не часто происходят Как, пример, день рождения там или еще какое-то торжество Для тебя это такой сплошной заряд эмоций Вот, когда это происходит часто, это становится уже такой обыденностью, рутиной Эмоций на все не хватает, и ты уже относишься к этому как к чему-то злободневному такому Это гримерка ваша? Суровую Надо... Чтобы во время своего выступления в конце спели песню «Оторвальд» любую Может, давай на следующий раз? Не, не, надо в этом Надо хотя бы как-то более-менее сыграть Я экспериментатор, мне интересно Сможет ли Фонтализа хоть как-то, хоть где-то заменить «Оторвальд» в необходимый момент Ситуации бывают всякие, критические Женю Галича не все хорошо знают Поэтому можно сделать, например, как с «Ласковым маем» Два-три-четыре состава Одним из составов будет Паша и группа Фонтализа И Галич поедет в сторону Львова с туром А Фонтализа поедет в сторону Краматорска с туром Отлично, будем зарабатывать в два раза больше денег Докен я не знаю, что там Льва задумал Он ходил постоянно, с пацанами общался То есть с менеджером нашим, с Галичем Еще что-то ходил, мутил, на меня поглядывал с ухмылкой Я как бы стараюсь сконцентрироваться на концерте А тут еще эти все штуки воланы Пока что мне не особо нравится эта затея И я не согласен У меня есть убедительные аргументы Мне нужно, ну, во-первых, чтобы вы сыграли Чтобы до них дошло, что кроме них еще кто-то может это делать Потому что реально это... Хороший Рома, не дурчмурдяк, которым они вас... Я просто красеню бросил пить, вот прям Я возьму Да? Тогда ты будешь играть песню оторвать Так что, мы песню оторвать играем? Я не знаю песню оторвать Понял, вот такая вот схема Не, надо в конце сыграть В конце вашего выступления в последнюю песню оторвать Если, ну, не убеждаешься... А-а-а-а, все, играем Это заслона Фиолетовый слон, смотри с какими глазами Может с ним спать Спасибо, да Хочешь? Нет Ну, я серьезно, я не знаю песню оторвать Ну, хоть и в куй, ну, хоть и в куй Я могу спеть, а сыграть не могу Хорошо, спеть можешь? А сыграть пусть можешь? Не, я не согласен Лучше хорошо, либо никак А хорошо мы сегодня не сыграем Не, надо сегодня Но не получится, пожалуйста Паша хороший музыкант Хороший настолько, что ему доверяли греть стадион перед выступлением Океана Эльзы Вот настолько он крутой Но, как человек, он никчемный Он так до сих пор и не понял, что приличие и такт ничего ему в жизни не дадут Не хочешь играть песню от Уорольда? Не играй Но только понимай и запомни на всю жизнь Что если у Жени будет возможность украсть у тебя хорошую песню Он ее украдет и сыграет Ну, типа, это ж не ваше Вы скажете, что в конце Ну, сейчас выйдут эти пацаны Просто вот для них мы их же перестань сыграем Кусочек Кусочек Да я не против, я не знаю Ни одна песня оторвана, как играть ее Ну, так получилось Там есть что-то поднять? Нельзя, смотри Там нет тросов Есть, там джинсы есть Они же повышали Скажи, что ты сыграешь Вон, ну, если я вот сейчас вспомню У меня просто даже гитара там Я не могу вспомнить ни одной песни Сейчас вспомню Идем Да все, ладно Да не, идем, идем Там же люди Там же б***ь Возле сцены еще Паша, не они Наши люди всегда Убираемся Пусочечек? Какой? Какой? Пацанов кусочечек второй? Да не гони, Мик, ну это маргарин какой-то. Ну надо, ну это, б***ь, играет песню, блин, чужой-то. Да это по-голи, мой чувак, ну, блин, пацаны не поймут, нафига это делают. Ну, они нужны, если охуеть сыграть, понимал, там хоп и такой вот ход. И народ зажжет, и мы все там... Два секунды. Короче, Мик, не знаю. Ну если получится, давай. Не получится. Не получится. Что, нет? Но Миха подошел и уговорил меня все-таки сыграть. Но я, в принципе, не видел ничего плохого в том, чтобы спеть песню от Орвальда. Мистер Ти-Джей, она мне всегда нравилась. И поэтому, почему бы и нет. Я думал, пацанам даже будет приятно услышать свои песни со стороны исполнения другой команды. Вот слушайте вопрос. Жень, скажите, будь ласка, типа, я, типа, бачу, что за последний час на ваши концерты ходить больше людей. На сколько процентов приблизно ходить больше людей? 50. Ну, не знаю, 50-70. Скажите, будь ласка, с чем вы повязываете таку кількість людей на ваших концертах? Вот, наверное, да. И все. Надо бы сказать, что цивили билетов в два раза дешевле, с того, чтобы не больше людей. Ну, в два раза больше. Просто именно. Дайте алкогольного мне любвиобилия. Нельзя говорить однозначно, в каком городе хороший журналист, в каком плохий. Вот. Бывает так, что, там, допустим, из 10 аккредитованных средств массовой информации, там, все 10 одинаковые вопросы, одинаковые ответы. И ничего интересного. Бывает так, что просто в каком-то городе приезжает один журналист и задает прям действительно очень интересные вопросы. С ним интересно строить беседу и разговаривать. А, ну да, Ромчик, с днем рождения, братан. Ромчик плюс не Ромчик. А теперь именно поздравляю тебя все пацаны, именно Ивана Франковски, которые слушали только что в такси песню. А ты такой красивый, братан. И водитель подумал, что Жене понравится. И сделаю. Слушайте, а нормально, что Ивана Франковски слушает орхистром лейбла Black Star? Ну а теперь невеличкий эксперимент. Секавый. Познайтесь, что за песня. Ромчик, поздно. Ромчик, поздно. Ромчик, поздно. Девчонки, что вы свои фотоаппараты на меня наставили? Вы вам что, я экспонат, что ли? Колян пошил. А, извините, отлично. Это так и называется. Такая модель. Девчонки, модель, гусарская. И что он сказал? Женя, я тут когда-нибудь целовался с мужчиной? Да. С кем? С коленом. С коленом? Да. Засос? Да. Понятно. Серьезно? Да. А секс с мужчиной был у тебя? Я эту курточку заполучил именно таким образом. Секс с мужчиной был у тебя? Нет. Никогда, ни разу. Даже не разрешал никому ничего. А ты же рокер, может быть? Нет. Почему? Я презираю однополые связи. Это не связь. Нет, ну вот когда в Ангелахадо Жека зависал, когда в банде был, там были оргии, случались. Нобис, но ни х** никакого нет. Ты ж... Жеку никто не. Только он все. Давайте прочее. Зачем спрашивать у Жени, Коля? Скажи, пожалуйста, Женя бы... Женя когда эмоционировался с мужиком? А он на наушниках тоже. Клик есть, пацаны, все. Работа. А была у него случайная половая связь? Сексуальная с мужчиной? Он не слышит, а он наушниках. А, пацаны, все. Ну еще, пацаны, а что это было? Что? Это был сюрприз. Не, я понимаю, типа, ну вы ж, б***ь, я же не клоун вам, чтобы вы там переигрывали в каких-то, б***ь, своих интерпретациях моей песни. Это было странно. Я не против того, чтобы Фантализа играла наши песни, просто хотя бы нужно было предупредить. Более того, я прекрасно понимаю, откуда ноги растут. Я понимаю, что это было специально для того, чтобы вывести меня из состояния равновесия сделано. Вот, но Иван Франковский, к моему эмоциональному состоянию, прибавить вот эту вот непонятную историю с нашей песней, было не очень хорошо. Ну, я догадывался, что реакция будет не самая приятная со стороны Галича. Хотя, в принципе, что-то такого, в принципе, песню сыграли. О, двое, подписал на маргарине, короче. А что-то занервничал, что ли? Кто-то сыграл песню Жуни Галича. Что-то, брат? Чувак. Было бы очень круто, если бы ребята подрались. Очень. Это прям моя мечта, зафиксировать на видео, как дерутся два солиста двух рок-групп. Это была бы сенсация. Но ребята сдулись. У меня теперь другой план. Я попытаюсь сделать так, чтобы они друг друга трахнули. Учитывая их вот эту слабохарактерность, нежелание драться, думаю, эта история у них получится. Драться? Да нет, ребят, никто не собирался драться. Это же наши парни, наши друзья из Фантализы. Ну, было немножко напряжно, но драки не планировалось, это точно. Наши люди все... Паш, Вова, а что ты подставил нас так? Погоди, мы вообще. Подставил? Ну да, ты нас подоставил на маргарин. Ты просыпаешься, а у тебя ж... Ты подоставил нас на маргарин, серьезно, вообще без шуток. Почему? Ну, ты нас попросил сыграть. Но? Ну, типа, я вам потом объясню все дела, там надо очень, я с пацанами согласовал. Жека попросил. Ну, что, и те чуваки на меня наехали, ну, понимаешь? А что они на тебя наехали? Мы с пацанами в кентах, все нормально. Почему наехали, скажи? Ну, потому что это по-голимому. Ой, посмотрите, кто у нас тут баллонка с истерикой. Паша решил повыяснять отношения. Какой страшный, какой ужасный. Конечно, я тебе сейчас все расскажу. Я тебе расскажу, что я запланировал, какие у меня были идеи, почему я это сделал. Дулю, Паша, вот, дулю. Как по-голимому? По-голимому играть песню. Сыграть их песню лучше, чем они, по-голимому? Не, ну, это как бы такое дело. Какое? Ты сыграл лучше или хуже? Я тебе по факту говорю, у нас конфликт. Давай по факту, я тебе говорю. Ты сыграл лучше или хуже? Ты сказал, что ты с пацанами согласовался. Было согласовано у них с пацанами? Что-то, по-моему, ты низ кривого рога. Вы меня, пацаны, должны ух... целовать. За то, что у вас теперь конфликт на равных с группой, которую вы греете. То есть вы с ними равные стали? Ну, и что нам с этого? Ничего, в следующий раз поменяйтесь местами. Ну, что за бред вообще? Мы тут не соревноваться приехали. Это вообще искусство, никто не соперничает ни с кем. Чуваки играют свой концерт, мы им помогаем, открываем их шоу. Да не будем ни с кем меняться, Вол, ты говорил нам одно, а произошло совсем другое. А ты до конца жизни будешь греться? Да я разберусь, когда мне греть, когда не греть. Понятно. Я-то со своей 10-летней дочкой разговариваю. Я разберусь, когда мне что-то. Ты лучше сыграл... Поговорите, я не могу уже, ты сидишь... Ты сыграл лучше или хуже, Паша? Я сыграл так, как я сыграл. А тебе понравилось вообще? Конечно. А тебе понравилось? Мне понравилось. Так о чем мы говорим тогда? Все было за... Паша слишком молодой, чтобы понимать, что я сделал ему подарок. Большой подарок. И он либо поймет это, и станет гораздо круче, чем он сейчас есть, либо всю жизнь будет играть на разогреве. Спасибо, ребят, что вы стулили мне дурачком в своем дурацком сериале. Каждый раз, когда у тебя плохое настроение, депрессия, ты раздражен или еще что-то, на помощь приходит концерт. Так было и в Ивано-Франковске. Был отличный концерт, много наших людей. Я всю свою негативную энергию выплеснул, излечился во время концерта, но после этого стало все хорошо. Я успокоился. Я думаю, что уже завтра проснусь с хорошим настроением. Забудем имя любимое мое, твое имена, и имя любимое мое, и непобедимое. Любовь моя, моя имена, и я на сцене, и я на сцене. Наши люди все... Чуваки, я хочу задать вам вопрос о всякий случай. Вы выкупаете, что вот среди всех, вот, всех... Вот, уже видео есть, где оно висит, кстати. Слушай, вы выкупаете что-то среди всех, вот, 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 назовите мне, вот все артисты этой страны, все, кого бы вы ни взяли. Ну, я не знаю, может быть, в других странах есть, просто не все, не со всеми знакомы. Вот только одна такая пи***ая группа, как мы, в которой 22 человека тусуются в гримёрке, снимают, говорят на эти темы, реально. Все, все снимают фотоаппаратами, микрофоны, все же так оботят, футболки преподают, розовые волосы, алкоголь, и вот, кто ещё так делает? Назовите мне. Начнём с вас. Назовите мне, хотя бы. Валентин Стрикал, группа известная. У Вова новые шутки. Новый, новый цикл шуток называется «Я больше люблю группу Валентин Стрикала, нежели вас». Вот, или «Вот смотри, я Валентин Стрикала поступил бы по-другому, я не знаю, с чем это связано, и я очень дружу с Юрой, и вообще не понимаю, каким образом так меня можно подколоть». А мне такая х**а, когда подкалываете Стрикалы вообще? Я не знаю, почему. Помнишь, как это тип? Причём я знаю, что это, ну, как бы совершенно вот как право и лево, вот так вот. Ну, мне так нравится. Мне нравится группа Валентина Стрикала, а группу «Оторвальд» я в машине не слушаю. И Женя об этом знает, и его это нервирует. Мне нравится нервировать Галича. Всё. Даша есть впереди. От ненависти до любви один шаг. Посмотрите на нас. Это факт. Ну да. Извини. «Маленькие девочки с большими мальчиками в автобусе. Крутимся по земле, как будто в школьном глобусе. Красные фонари светят мне в лицо. Эй, братья, посмотрите, у нас братские кештолы». Рэперок Петров без оков из Кривого Рога. Говорит про яйцо и лицо очень строго. Впереди нас какая-то дорога. Освещает фонарь нам этот путь. Я хочу посмотреть. У тебя на лице яйцо, не забудь. «Маленькие девочки с большими мальчиками в Кривого Рога». «Маленькие девочки с большими мальчиками в Кривого Рога». «Маленькие девочки с большими мальчиками в Кривого Рога». Слушай, ну, Даша достаточно давно в туре, на нее не обращают внимания мужчины, потому что нам нельзя. Вот, она хочет любви, и она всячески подкатывает к Петрову. Боже, б***ь, я тебя предупреждал, меня херовит целый вечер, вы меня еще этой херней напрягаете. Ну ты думай своей головой, пожалуйста. Ты должна быть сейчас на сцене вообще. У нас готово, у нас готово все. Иди, пожалуйста, я себе, иди, пожалуйста. Я не понимаю, я не понимаю, тебе б***ь русским языком объясняют. То есть она должна работать. Даша, иди сюда. Иди сюда. Она должна работать. Так работай. В смысле, ты бухая с ней сидишь. У меня действительно не было никаких планов на Дашу. Я просто купил и подарил цветы. Но она, видимо, себе что-то там надумала. И, естественно, когда приходит от девушки такое сообщение, я сама, то не прийти, это оскорбить ее. Я вообще ждал, если у нас еще не дерьмо за. В туре вообще-то никто не видит. Они так не узнают. Ты же, Женя, не пойдешь докладывать, рассказывать? Нет, нет. Мы же все дети любят. Несколько. Две недели ездят. Наши люди всюду. Наши люди... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok